Друзья, всем большой привет! Вас стало очень много. Я думаю, пришло время познакомиться с нами, с именами Алтая, чуть поближе. Ну а начнем мы с того, что находимся мы в городе Барнауле. Барнаул это настоящее южное, но сибирь. И находится он почти в четырех тысячах километров от Москвы. У нас есть такой забавный факт. Если мы в 8 утра вылетаем из Барнаула, то мы в 8 утра и прилетаем в Москву. Вот такой вот интересный город. Барнаул это город настоящей трудовой доблести, трудовой славы. Потому что у нас есть огромное количество разных компаний, фирм, производств. Все-таки город достаточно большой. Более 700 тысяч человек проживает в нашем, казалось бы, маленьком и далеком сибирском Барнауле. И совсем недавно, 4 ноября, здесь открыли вот такую стеллу трудовой доблести. Она не советского периода, нет. Просто такой вот интересный дизайн создали. Открыта она совсем недавно. Музыка. Музыка. Хоть Барнаул это все-таки Алтай. И находимся мы в Алтайском крае. Не зря же наша фирма и называется «Семена Алтая». Но гор у нас нет. Хотя многие думают, что Алтай это все-таки горы. Да, гор у нас примерно 300 километров, если ехать вот в ту сторону, в сторону города Бийской. Там как раз начинаются Алтайские горы. Но у нас настоящая Сибирь. Если вы думаете, что мне не холодно, мне холодно. Да, надо одеваться теплее, я знаю. Но мы же сибиряки, все дела. Вот, зимой у нас бывает до минус 40, бывает до минус 45, иногда даже холоднее. Вот летом у нас шикарно. У нас просто райские погодные условия. Летом у нас тепло, солнечно. Дожди всегда своевременно. И, кстати, вот вы можете сейчас увидеть, что Барнаул это не захолустье, и город у нас все-таки не маленький. Ну, а теперь мы перемещаемся уже непосредственно в наш офис, на наше производство, которое, кстати, находится совсем недалеко. Вуаля! 10 минут, и мы оказываемся на территории нашей фирмы, нашего производства. Это именно где семена хранятся, фасуются, и откуда они уезжают, по магазинам России, Беларуси, Казахстана, и вообще куда только можно, где можно приобрести наши семена. Производственные наши площадки частично расположены тоже в Барнауле. Одна в той стороне, но довольно далеко, километров 40 от офиса, а другая в той стороне. Не буду говорить, где конкретно, это будет маленькая секретная информация. Этот офис, это здание у нашей фирмы уже достаточно давно. Но наша фирма здесь базируется уже 12 примерно лет, а в целом агрофирма «Семена Алтая» была организована в 1995 году. Прямо-таки, как и я. У нас день рождения практически в один день, нам по 27 лет. В офис мы пойдем потом, чуть попозже, а пока что пойдем, подойдем к нашему интересному штатному сотруднику фирмы. А где-то у нас тут такая красивая сидит, а кто это, а кто это, а кто это, а что это, а что это, такая морда, тья собачья. Вот такая вот наша собачья морда, это наш штатный сотрудник. Лаймушка наша уже здесь работает, может, ой, господи, заслезнялся ребенок. Она с нами уже полгода примерно, но чуть побольше получается. Видите, какая она стеснительная собака. Но на самом деле она очень суровая и злая. Если кто-то не местный приходит, она сразу начинает ругаться. Туалаймы. Обратите внимание на вот такие вот таблички. Вот, видите, сразу же начала обращать внимание, что кто-то пришел. Молодец, мордочку. Еду заслужила свою. Осторожно, злая собака, и самое гениальное, это собаку не кормить. Видите, работает, отрабатывает свой хлеб. Между прочим, надпись на будке появилась не просто так. Появление нашей лайм. Ну, помолчи. Чего ты? Ну, молодец. Все, показалось, что умеешь лавить. Молодец. Его появление у нас в фирме оказалось таким довольно крайне необычным и крайне загадочным. В этом году числа, так примерно где-то 18-19 марта, приехав на работу в четверг, это был четверг, я точно помню, мы что-то как-то немножко подопаздывали и обнаружили около входа в офис сидящую овчарку, которая просто сидит... Ой, с шариком играть пошла, которую мы и купили, кстати, между прочим. Зубки чистят собаки. Собаку, которая сидит просто своей жопой, оперевшись на дверь нашего офиса. Немецкая овчарка. Я подошла с ней, поздоровалась, знаете, как с собаками тыльной стороной руки, чтобы она тебя понюхала. Она дала себя погладить, но видно было, что собака чего-то испугалась, такая зашуганная. Мы ее решили покормить, а потом оказывается, что не только мы, а примерно еще весь офис. И мы решили, что будем искать ее хозяина в течение дня или нескольких дней. Если найдем, то ее, конечно, вернем. На следующий день, приехав в офис, мы увидели, что она снова сидит около нашей двери, и мы поняли, что все, это наша собака, и мы никуда ее никому не отдадим. И на день рождения нашего руководителя Сергея Николаевича, всей дружной фирмы, и мы как такие, знаете, нашкодившие дети, школьники, пришли, такие все молчим, ждем нужного момента, когда скажем, что мы собаку завели. Ну, она сама завелась, она сама к нам пришла. И не ушла больше, на самом деле. Она с нами так и осталась. И наши руководители сказали самую, наверное, главную правильную фразу. Собака – друг человека, а друзей бросать нельзя. И с того дня Лайма уже у нас живет, получается, почти полгода. И внезапно оказалось, что это девочка, и девочка была беременная, и на день рождения нашего второго руководителя она родила щенков. Двух щенят, которых забрали. Один, правда, к сожалению, не выжил, потому что собаку явно били. С собакой очень плохо обращались, а теперь вот так. Надпись «Собаку не кормите» у нас появилась, потому что ее пытались подкармливать просто совершенно все сотрудники. И в один момент она превратилась в такой шаричек и колобок. Потом к ней вызвали, конечно, ветеринара, а теперь она ест вкуснейший корм, мясо чистое, прям идеальную говядинку, всякие трахеи, все, что нужно для собаки. У нее целая гора игрушек, и она вообще, по-моему, самая довольная собака жизнью. А самое, что интересное и удивительное, она абсолютно знает всех сотрудников офиса и знала всех, и ни на кого совершенно не лаяла. Но при этом свою территорию, нашу территорию, она полностью охраняет, и никакие чужие машины сюда не пускают, начинают лаять очень сильно. Вот, а сейчас собакин, знаешь, жубы чистит. Смотри, что делает, что делает, хочет, чтобы ей бочок почесали. Вот такая вот наша лайма. Идем дальше. Святая святых. Место, где люди кушают на производстве и на складе у нас. И вот так мы попадаем на склад весовых семян. Зайдем на минутку в холодильник. А это прям настоящий холодильник. Здесь удерживается температура плюс 4 градуса. Иногда ее приходится пускать до плюс 2 даже градусов. Здесь хранятся цветы, здесь хранятся разные овощи, которые требуют низких температур хранения. Обычно тут жутко громко, потому что постоянно работает от вождения, как это, влаги получается, вентиляция. Пока что мы приостановили, чтобы получилось что-то снять. Как видите, здесь лежат в ГОСТовской таре. Она такая и задумана, она такая и должна быть. Упаковка цветов самых разных. Например, тут у нас лежит дихондра. Там душистый горошек вижу. Гайларди, гипсофилы, гранаты и чего-то. Только нету, в частности, астры. Вот астры точно нужно обязательно хранить именно в холодильнике. А есть, например, смотрите, вот такие вот коробочки на такие вот пакетики с семенами эустомы. Например, вот в этом пакетике, вот в этой, точнее, баночке эустомы, а в одной содержится тысяча семян, получается, тысяча семян эустомы. А, нет, 38 тысяч семян. 38 тысяч семян эустомы. Или, например, что у нас тут еще есть из интересного, я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, вот в таких баночках 30 тысяч семян эустомы. Вот, это оптовая такая вот упаковка. И 30 тысяч семян по 5 штук, это получается, сколько у нас выходит? 60 тысяч пакетов. 66 тысяч пакетов. Много, с математикой сейчас пока что плохо, замерзли очень сильно на улице. И идем смотреть, как хранятся семена томатов. И так, вот здесь у нас лежат семена томатов. У них есть особые условия хранения. Это должна быть вот такая картонная туба, в котором лежит пакет, который не пропускает влагу, в котором внутри уже лежит мешок холщовый, в котором семена и хранятся. Посмотрите, сколько здесь семян томатов. Так что не переживайте, томатов хватит, хватит на всех. Просто такое огромное количество нужно успеть упаковать и доставить в самые разные магазины. Все будет, не переживайте. Тут у нас, например, семена томата дорогой гости. Здесь их порядка 20 килограммов семян одного сорта. Пойдем смотреть, что еще есть интересного. Ну а семена разных крупносемянных, крупнокалиберных растений, скажем так, выглядят еще более внушительно. Например, вот так выглядит упаковка шпината новозеландского. Это просто целый мешок. Но он, кстати, не особо тяжелый, потому что семена у него достаточно легкие. На складе температура поддерживается плюс 14, плюс 15 градусов. Так, опять же, рекомендовано по ГОСТу именно. При относительно невысокой влажности, не выше 55%. Поэтому именно отвод влаги это очень-очень и очень важно. Пойдем далее. На самом деле склад весовых семян это такое немножко интересное, космическое, волшебное место. Во-первых, потому что там стоит очень характерный сильный запах. Семена сельдерейных, семена бархатцев имеют очень насыщенный аромат. И обычно этот запах напоминает в первую очередь, кто сюда попадает впервые, запах семян либо петрушки. Кому-то укропом пахнет, кому-то другим сельдерейными пахнет, кому-то морковью пахнет. Вот именно они обладают таким очень насыщенным ароматом. Плюс представьте, какое количество энергии сконцентрировано в одном этом месте. Это, кстати, такой очень вдохновляющий момент, фраза и речь. Я не знаю даже, как это правильно сказать, обосновать, который очень любят наши руководители. Представляете, что в каждом семечке отдельно сконцентрировано огромное количество энергии, чтобы растение смогло из него прорасти. Какое там количество энергии прорастания семян. Потому что растения могут пробивать с собой асфальт и бетон. А вот только представьте, какое количество миллиардов поистине семян лежит у нас на складе. Какая это концентрация энергии. Если бы ее можно было, эту энергию прорастания семян выразить в каком-то визуальном, скажем так, масштабе, это бы выглядело просто как столб света, бьющий из места концентрации нашей фирмы, нашего склада семян весовых и уже готовой продукции куда-то вверх и в небеса. Но сейчас мы оказываемся в таком небольшом интерстеллари, скажем так, с такой просто бесконечной чередой разных стеллажей, на которых хранятся пустые пакеты. Это склад комплектующих. Здесь можно видеть, на самом деле сейчас очень мало пакетов здесь, потому что все отданы в производство. Какие-то семена фасуются вручную, какие-то фасуются на машине, на станках. И буквально через пару секунд я вам заодно раскрою главную тайну, главный секрет всех семенных фирм, почему белые пакеты стоят дешевле. Склад комплектующих на самом деле каких-то безумных просто размеров. И в одной такой коробочке, вот в такой, она приходит из типографии, находится тысяча пустых пакетов для семян. Эти все закрыты, я не буду открывать. Вот покажу вам на примере, например, такого вот люпина, как это все выглядит вживую. Здесь вот такими стопками лежат пакеты по 100 штук, и здесь их тысяча штук в одной коробочке. И, кстати, маленький эксклюзив вам, это новинки вот этого года, львиный зев темно-фиолетовый. Его сейчас можно будет только-только впервые найти где-то в продаже. Вот такая окраска оранжевый, с ним же тоже рядом. Это все ампельный львиный зев, который имеет вот такую вот окраску. Раньше он был только белого цвета. Так вот, в чем главный секрет, почему белые пакеты стоят дешевле, и плохие ли в них семена, или хорошие. В белых пакетах точно такие же нормальные качественные семена, как и в цветных. Но есть одна большая разница. Для белых пакетов подходят только те семена, которые имеют достаточно крупный размер, или пригодны для машинной фасовки, которые можно отвесить при помощи, грубо говоря, весов. И получается, семена томатов недорогих сортов и гибридов можно отвешать на такой машине, потому что минимально их будет 0,05 грамма, то есть примерно где-то 30 штук семян в одном пакетике. И смотрите, какая здесь интересная ситуация. Если бы мы так отвешивали семена гибридов, которые дорогие в производстве, которые безумно дорогие по себестоимости, например, лось, то в пакетике было бы не 3, не 5, а 30 семян. И, соответственно, цена вот этого не цветного, а черно-белого пакета была бы тоже очень высока. А покупать семена за 500, 700, 800 рублей пакетик, тем более черно-белый, без изображения, без агротехники, без какой-либо информации, ну, наверное, такое себе. А на самом деле сами семена вполне себе нормальные и пригодные. В белые пакеты обычно попадают только недорогие рядовые, традиционные, обычные сорта и гибриды, которые не жалко отвесить, скажем так, прям очень-очень много. И пойдем посмотрим как раз-таки как они фасуются. На производстве довольно шумно. Поэтому долго останавливаться не будем, а пойдем дальше в лабораторию, там будет интересно. Пойдем. Ну и, конечно, в фирме, которая производит семена, без растения невозможно нигде. Даже в технических помещениях, даже на складе и вообще везде абсолютно. Здесь у нас пеларгонии, которые росли на нашем опытном участке, который мы спасли от заморозков, обрезали и перевезли сюда. И здесь же еще и колесы, визор мозаика. Смотрите, он отцвел уже, правда. Ну, еще продолжается истин тем не менее. Яркость у него вообще насыщенная, очень красивый. Идем дальше. Оставляем куртку, переодеваемся в халатик, потому что пойдем мы в интересное очень помещение. Помещение это называется отдел контроля качества. И не зря я в этом халате. Это такой, правда, вьетнамский флэшбэк, отсылка к одному из наших первых роликов, который я сняла здесь, будучи первый день практически сотрудником. Мы тоже показывали, как выглядит лаборатория определения качества. Мне тогда было 24, наверное, или 23 года, что-то такое. 24, наверное. Я только вышла из университета. Вся такая аспирантка деловущая. Короче, это ужасно выглядит. Если вы поройтесь, вы можете даже найти этот ролик у нас на странице. И где-то тут, возможно, будут кусочки из него. Я там совсем по-другому выгляжу. Для анализа используется разное количество семян. Если они мелкие, то необходимо не менее 100 штук. Средних 50. А если семена крупные, то достаточно и 20. Зачем мы в лабораторию? Это настоящая обычная небольшая лаборатория. Наш локальный местный здесь отдел контроля качества семян, где проверяется схожесть. Есть фитолампы, если нужно какие-то растения дорастить чуть больше. Есть термостаты, которые постоянно загружены. Вот сейчас здесь забиты просто все термостаты. Чашками Петрия, семенами абсолютно полностью. Здесь проращиваются как цветы, так и овощи. И мы, кстати, одни из немногих, кто определяет у себя на территории схожесть семян цветов. Обычно все определяют только овощи, но мы еще и цветов. Вот смотрите, какая малявка зашла. Я не знаю, что это такое, кстати, потому что многие семена по внешнему виду очень похожи друг на друга. Ну вот, пожалуйста, и все подряд. Это вообще какая-то мелочь, но это явно какие-то цветы. Для них досветка не нужна, главное определить процент схожести. И вся эта информация о проценте схожести, конечно же, фиксируется в журналах. Причем сначала это все фиксируется на бумажном носителе, потом переводится в электронный носитель. И вот здесь хранятся журналы за только этот год. И если посмотреть, их просто какое-то тут безумное количество. И вот, смотрите, он полностью весь практически уже заполнен. И можно любую вообще культуру, любую позицию как раз на цветах остановилась. Например, смотрите, алисум золотая россыпь. Вот он был 65-й номер-номер партии. Количество семян для посева отобранных, сколько было посеяно. И схожесть получилось 97%. Соответственно, эта партия отправилась на фасовку, на производство. А те партии, где была зафиксирована низкая всхожесть, они либо проверяются повторно, либо сразу выводятся из производства. Я сейчас попробую найти, но тут у меня так на первый взгляд на самом деле ничего не сбросается. Вот, смотрите, например, на флоксе была обнаружена плесень. Соответственно, вот эта партия зафиксировалась, и эта партия будет подлежать уничтожению. Скорее всего, она уже была уничтожена. Поскольку для определения всхожести берутся не просто чашки Петры, берутся чашки Петры стерильные, определяются в стерильных условиях. Здесь они уже взошли, поэтому можно было вот такими руками просто это делать. Если идет изначальное определение, то тут помещение кварцуется. Одевается чистый стерильный халат, стерильные перчатки, руки обеззараживаются, маска. И все чашки Петры обязательно проходят через сначала посудомойку, а потом через сухожар. Так что, все серьезно так-то. Пошли дальше. И снова облачаемся в куртку, забираем ее, потому что мы отправляемся на склад готовой продукции, где холодно. Так как семена лучше хранить при температуре плюс 14, как я уже и говорила. Смотрите, у меня футболочка даже фирменная. Видали что, да? Пойдемте. И вуаля, мы снова попадаем в Интерстеллар. Если посмотреть сквозь ряды, они туда еще не заканчиваются. Это склад готовой продукции, где хранятся у нас уже семена на фасованных, в коробках. Откуда ведется наборка для разных магазинов, интернет-магазинов, которые отправляются по абсолютно всей России. Опять же, Казахстан и Беларусь именно отсюда. Это наш склад. Он находится у нас буквально в 100 метрах от офиса. Это все одно такое зацикленное большое здание. Вот такие вот пироги. Здесь также содержится вся информация. Здесь используется адресная система хранения, QR-коды. Все как надо. Современно, классно, красиво, чисто и аккуратно. Потому что, да, микрофон. Все должно быть хорошо. Вот. Пойдем в офис уже, наконец. Идем. А тут у нас наши знаменитые медведяи, которые нравятся всем. Это такие топиарии, где купить понятия не имею. Они тут уже 300 лет стоят. Они не из газона, они не искусственные полностью. На газоне, ну газон тут тоже тяжело, короче, все с ним. И это все вот наша такая достаточно большая территория. Лайма сидит, наблюдает. Мне так прикалывает, как она так жопой садится, дышь на клетку. И сидит коза. Дереза. В угол такая забилась. Е-мое, у нас тут когда рожер птицы обронил. Смотрите, какой здоровый. Как переливается цветами красивыми. Собственно говоря, офис. Мне тут отдали и ящик с томатами. Надо их под светолампу просто засунуть, жалко. Определяли схожесть, решили посеять. Стало жалко, воткнули в землю, а света не хватает. И места освободить надо. Короче, как всегда, мы все обездоленные растения. Давайте. Все нам, все отделы дизайна и маркетинга. Мы все примем. Идем. Welcome. Здесь, наверное, стоит остановиться. Но близко мы снимать не будем, потому что придется сделать ЧБ на глаза. Такую полосочку черную. Или сникерс, как Таня говорила. Не мне только. Вот такого плана открытки раньше все время всем делали на день рождения. Здесь наш сотрудник в интересных всегда амплуа. ОРВ это учет рабочего времени. Это такая штука, где мы отпечатком пальца отмечаемся, когда пришли и когда ушли на нанотехнологии. И, конечно, ой, простите, было громко, наверное. Еще одна святая святых, это уже наша местная офисная кухня. Кухня у нас хоть и небольшая, но очень дорожная. Ее можно перепутать с кухней, обычной его дома, квартиры. У всех она по-разному, конечно, выглядит. Но все жизненно, ничего специально перед съемками не убирали, ни мыли, ни прибирали. В шкафчиках тут, на самом деле, лежат всякие крупы, какие-то масла, уксусы и прочее. У нас есть плита, тостер и все-все-все-все-все прочее. Там вода фильтрованная, микроволновки, которых, кстати говоря, постоянно не хватает. И если, допустим, наши коллеги в количестве человек десяти пообедают, потом они не работают, не греют, нифигашеньки. У нас есть два холодильника, потому что был раньше один, но вот этот вот, когда новый приобрели, нам лишь сказали, вам надо холодильник? А нам, конечно, надо. Мы же все собираем себе. А дел с дизайна маркетинга. Здесь магнитики, как у всех дома практически. Посмотрим, что у нас в холодильнике. У нас, честно говоря, полный пипец. У нас некрасивый холодильник, который давно пора помыть. Все, в принципе, вполне себе такое человеческое. Сова. Это твоя сова, я знаю. Которую я подарила, кстати говоря. А этот более чистый должен быть, потому что это... О, кто-то пиццу уже ожирал. Граф Дракула в Румынию кто-то ездил. Пойдем дальше. Здесь у нас кабинет руководства нашего, который мы в прошлом году конкретно так подзасрали. Потому что наши руководители дали нам свой кабинет сначала в небольшом количестве пространства под выращивание цветов, рассады. Потом еще больше, а потом мы заполонили все пространство рассады цветов. И в этом году у нас, слава богу, будет богу опытная большая площадка, где будет зимняя теплица. И тут так одним глазком заглянем. Здесь у нас сидят и работают наши менеджеры, руководители проектов. И даже у них, как видите, постоянно тоже что-то растет. У нас у всех все время что-то растет. В данном случае у них растет здесь земляника. И на улице, на подоконнике снаружи закаливаются сеянцы кедров и сосны. Вот такая вот история. А сейчас мы пойдем в самый страшный отдел этой фирмы. Самый жуткий, устрашающий. Сейчас должны назовут волки такие. Все такое в дыму должно быть, в тумане. Пойдем в маленькую гадюшную яму. Отдел дизайна и маркетинга. Место, где работаем мы. Идем. Отправляемся к нам, в отдел. Не так давно весь этот коридор стал принадлежать нам. И мы здесь не включаем свет, потому что тут должно быть темно, мрачно, сыро, холодно и пахнуть плесенью. Но на самом деле здесь пахнет плесенью прилично. Но все почему-то о нас думают не самые хорошие вещи. Сейчас будет внезапно, и кто-то очень сильно напугается. Смотрите, сколько у нас там всякой фигни лежит уже, даже здесь видно. Ага! Он напугался. У тебя будет полосочка на листу, тебя не видно будет. Заходите, не стесняйтесь. Не так давно, буквально две недели назад, у нас появился еще один кабинет. Нас расширили, скажем так, потому что, как я уже говорила, мы как плесень разрастаемся, и нас становится все больше. Нам нужно больше помещений, больше места для хранения всякого разного странного нашего, и для в том числе съемок. Вот такая вот история. Ну, зеркало наконец-то появилось. Могу посмотреть. Вот так вот. У нас здесь пока что не прибыльно, потому что не вся мебель приехала. Но вот это наша одна из святых, скажем так. Здесь всякие съемочные истории хранятся. У нас тут семена, которые мы отправляем на тестирование, на розыгрыши, на разные, когда проводим их там в разных социальных сетях. У нас тут всякие штучки интересные лежат, которые мы делаем. Например, это вот весы наши фирменные. Вот, смотрите, вот такие вот весы, которые мы, возможно, кстати говоря, когда-нибудь мы сыграем на какой-нибудь нашей прямой трансляции. Здесь мы сейчас, теперь, в настоящий момент снимаем ролики ответа на вопросы. Здесь у нас хранится все, что ни попадя. У нас там семена сходят под фитолампой на полу, какие-то растения везде, что-то непонятное, невнятное. Здесь всякие подарки, передачи от наших подписчиков. У нас такой шикарный, чудесный еж здесь обитает, который мне подарили на выставке в Москве. Если вы сейчас это смотрите, кто мне принес этого ежа, он прям вообще супер-крутое, классно. Его весь наш отдел безумно полюбил. А на прямых трансляциях его назвали Степаном Егоровичем. Вот, так что это такой вот классный ежик. Нина Ивановна тоже где-то здесь. Вот она, Нина Ивановна в углу. Это наша белка соломенная. Здесь у нас хранится небольшой такой запас блокнотов. Это те самые блокноты, где я своей рукой рисовала. Конечно, они на всех блокнотах, но все схемы полностью мной от руки нарисованы. Блокноты распечатаны. Их можно приобрести в разных интернет-магазинах. Ссылки, наверное, даже будут на некоторые интернет-магазины здесь в комментариях под этим роликом. Нам тоже тут разные вот перчики передали. На выставке мы до сих пор не попробовали, потому что мы все-таки больше храним на всякие такие подарочки. И то, что нам дарят и передают. Тут разное съемочное барахло, макеты семян, разные препараты, фотоаппараты, фитолампы, всякие опрыскиватели. Чего у нас тут только нет. А теперь мы отправимся уже в наш кабинет, где мы сейчас заседаем и где монтируются все эти ролики. Сейчас будет много черных полосочек на лицо. Идем. А, ну да, в принципе, все понятно. Здесь заходим, и мы оказываемся дома, скажем так, в нашем кабинете, в нашем отделе, где у нас всегда царит хаос, Новый год. Елка наряжена, круглый год стоит у нас на полочке. Вот такой серьезный сразу. У нас тут есть кокосы, которые мы недавно купили. Смотрите, какие они здоровые и классные. Это кокосы двухлеткие, однолеткие. Короче, они стоят совсем недорого в сетевом строительном магазине, если поняли, где. Тут у нас скапливаются потихонечку письма от наших подписчиков, когда там разные подарки передавали. И у нас очень много вещей, которые делают смысл, скажем так, в этом кабинете. Например, кондиционер, из которого во всех офисах, скорее всего, происходят постоянные войны. Но больше даже не об этом. Есть, как вполне себе, приличные места, например, такие вот стены с семенами, где у нас макеты пакетов, новые и старые, которые нужно переделать, или которые мы уже переделали, или что-то с ними еще такое есть очень приличное. Есть весьма неприличные и странные такие вот места, например, бокальчик чая. Нет, ведаете ли бокальчик чая? Здесь постоянно, что-то такое безумное немножко творится, даже стыдно показывать, поэтому, наверное, не будем. У нас есть розовый фламингин. Вот. Розовый фламинго, это настроение. У нас есть птица в дупле. Вот сейчас не спрашивайте, это очень странный момент и факт, но ее показать нужно. Понимаете, у нас там, это так получилось, что в стене небольшая дырочка. Это не дырка, это дупло. В дупле сидит птичка. Все хорошо. А теперь, смотрите, шок-контент. Вот так выглядит Йети на мать. И благодаря именно Йетиной матери, это такая вот картина, появился томат Йети на мать. У нее даже есть вот такое вот своеобразное личико. У нас есть наш чудесный календарь. Сегодня у нас 7531 год от сотворения мира. Мы поклонники Агафьи Лыковой. А дальше типографию прекрасных коллег Артон. Да, они нам второй год присылают календари, привозят такие. А мы их немножко дорабатываем на свой манер. Тонкий намек прямой. Не намек даже. А то, что нам нужен календарь уже на следующий год. И у нас мы все... А, видите, отметили, что 1 ноября у нас в дупле поселилась птичка-коноплянка. И разные события у нас отмечены на нашем календаре, который мы продолжаем. Он уже практически достиг дна, достиг пола. Еще есть к чему стремиться. Какой-то сегодня очень такой странный ролик получается. А вот это место непосредственно вот здесь проходят прямые трансляции наши на YouTube. Это наш коллега, который будет монтировать этот ролик и себя, наверное, вырежет. Ты вырежешь себя? Да, он себя все равно вырежет. У него очень классный, крутой, красивый комп, который светится 30 цветами радуги. Вот. Короче, делаем все, что нужно. Работа не останавливается вообще никогда. Цветы, растения, которые у нас периодически умирают, потом мы их заново возрождаем из пепла, потом они у нас снова умирают. Ну вот как-то так. Да, бывает. Ну и, в общем-то, наверное, на этом все. И переместимся мы в финальную точку. Вот такая вот мы фирма Семена Алтая. И у нас все только начинается. До встречи в новых роликах. Ну и все. Да, нормально. До встречи в новых роликах.